В Славянском районе создана отличная спортивная база из 10 спортивных школ и учреждений спорта. Благодаря квалифицированным тренерам и разнообразию предлагаемых спортивных услуг, дети и подростки могут реализовать себя в том виде спорта, который им больше всего понравится. Из репортажа Надежды Неткочевой и Александра Косицына вы сможете узнать о спортивных школах, которые работают в нашем районе, и выбрать что-нибудь для себя или своего ребенка. Не секрет, что спортсмены Славянского района прославляют нашу малую родину во всех уголках мира. Это в очередной раз подтвердила выставка спортивных достижений «Славянск спортивный». Дал старт торжественному мероприятию глава Славянского района Роман Синеговский. Славянскому району и жителям Славянского района есть чем гордиться. Одно из самых главных наших достижений – это, конечно же, достижения в спорте. Я хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает спорт и массовый спорт, и те достижения, которые у нас сегодня есть. В Славянском районе 26 федераций. Сегодня строится спортивный манеж, ремонтируется лекаритический стадион, развиваются спортивные площадки. Это все для того, чтобы наши дети занимались спортом. В нашем районе развивается 24 вида спорта. Работает бассейн, стадион, 10 спортивных школ, в которых обучается более 7 тысяч детей. Показательные выступления спортсменов, матчевые встречи по боксу, греко-римской борьбе, гиревому спорту, турнир по стритболу, а также мастер-классы по всем видам спорта можно было увидеть на городской площади в этот день. Сегодня мы проводим в рамках празднования 90-летия муниципального образования День открытия дверей. Как бы наш праздник называется Славян спортивный. Мы здесь на театральной площади показываем все то, что у нас работает в районе. Каждая школа подготовила буклеты для раздачи, для родителей, для учеников начальной класса, для того, чтобы приходили в спортивные школы, для того, чтобы имели контакт, смотрели, какие виды спорта есть в школах. Сегодня они посмотрят все те показательные выступления, чему ребята учатся. Показательные выступления по лёгкой атлетике продемонстрировали воспитанники детской юношеской спортивной школы номер один. На ковре борьцы вольного стиля представили одну из старейших школ нашего района – детско-юношескую спортивную школу Станицы Петровской. 216 учащихся, один победитель и пять призёров первенства России. Семь победителей и 29 призёров Южного федерального округа. Всеми этими ребятами гордятся тренеры спортшколы. С 2007 года в Славинске-на-Кубани работает отделение греко-римской борьбы на базе спортивной школы «Триумф». Там занимается Егор Устимов – неоднократный призёр краевых и всероссийских соревнований. Я считаю, что это вид спорта для настоящих мужчин, потому что это единственный вид спорта, в котором нет женщин. Ну, не знаю, мне вид спорта очень нравится. Привёл меня сюда отец ещё ребёнком. Занимаюсь, ну, я не знаю, сейчас 20 лет, с 10 занимаюсь. Ну, мне очень нравится. Я считаю, что это настоящий мужской вид спорта. Мастер-классы в рамках спортивного праздника провела и спортивная школа «Белая ладья». На базе школы работают отделения шахмат, шашек и спортивного туризма. Состязания на импровизированном футбольном поле показали воспитанники спортивной школы «Виктория». Адю США «Урожай» представила показательные выступления учащихся отделения волейбола и регби. В школе на сегодняшний день существует четыре отделения. Это отделение регби, отделение волейбола, отделение гонбола и отделение лёгкой атлетики. Ребята всех отделений, неоднократные участники муниципальных, краевых соревнований. А регбисты у нас – чемпионы Краснодарского края. И восемь человек входят в сборную Краснодарского края. Они победители ЮФО и Северокавказского округа. И, соответственно, уже защищают честь нашего края на всероссийских соревнованиях. Волейбол и борьба, весёлые старты и гимнастика, танцы и регби – в течение нескольких часов каждый славенец окунулся в мир спорта. У каждого из них появилась возможность попробовать себя в любом виде спорта и сделать свой выбор в пользу здорового образа жизни. Самое главное, что этот вид деятельности не ограничен возрастом. Как говорится, было бы желание, а возможность всегда найдётся.